Это их заслуга, что в годы войны ни один вражеский самолет на выстрел не подлетел к Кубишевской области. Самарские зенитчики отмечают юбилей. 568-му зенитному ракетному полку исполнилось 75 лет. Егор – рядовой срочной службы, он из Екатеринбурга. Хотел попасть в технические войска. Работа с установкой С-300 – для него именно то, что нужно. Образование у меня среднестехническое. Я хотел, конечно, попасть в такие виды войск, чтобы было связано что-то с техникой. Ну вот так и получилось. С техникой мы возимся каждый день. На торжественном собрании в честь юбилея вручены награды от командования. По словам и благодарностях защитникам воздушных ворот Самары обратился глава города. Олег Фурсов отметил боевые заслуги войск противовоздушной обороны. Они защитили страну в сороковые и с тех пор поддерживают боеспособность. Вы постоянно совершенствуете свое мастерство. И в августе этого года проходили международные соревнования «Ключи от неба», где также наши антенитно-ракетные войска показали свою блестящую подготовку. Это тоже нас очень сильно радует и не может не служить примером для всех тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству или собирается это сделать. Еще раз примите самые спорные поздравления с юбилеем. Счастья всем вам, успехов! Благодарственные письма вручены солдатам и офицерам, а всему коллективу полка – символы город, трудовой и боевой славы. Почетный знак, грамоты и флаг Самары с наградной лентой теперь займут достойное место в красном уголке части вместе с флагом России и знаменем зенитно-ракетных войск. Заслуги 568-го полка особо отметило и командование 76-й дивизии ПВО, подразделением которой является полк. От всего личного состава 76-й дивизии противовздушной обороны примите искренние и сердечные поздравления 75-летним юбилеем части. Прославленный 568-й краснознаменный зенитно-ракетный полк, образованный в суровые годы Великой Отечественной войны, прошел славный боевой путь, выполняя ответственные задачи главного командования. Зенитно-ракетные войска сегодня – это элита вооруженных сил России. На боевом дежурстве – самые современные средства ПВО, а впереди не менее важные служения в деле защиты воздушных ворот страны. Олег Зверев, Максим Гусев, События.